Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и сегодня у нас очередной выпуск Техничка. Технишище! Но на самом деле, если обычно технические ролики у нас разбиты на какие-то темы, то сейчас мы будем делать просто много всего того, что накопилось, всяких мелочей и не очень. Итак, мы начинаем технический выпуск. Погнали! Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас с вами тема выпуска будет о ремонтах. Опять технический ролик и опять мы будем что-то улучшать. И сегодня у нас очень комплексная задача. Мы будем сидеть и разбираться в такой теме, как электронные системы управления двигателем и ремонт ручки газа. Поехали! Касательно покраски ручки я не буду вам показывать все детали, как это все чистилось. Я считаю, это не нужно. Я вам просто сделаю акценты то, как было, то, как стало. Мы потратим две минуты, посмотрим на то, как эта ручка выглядит, а будем уделять внимание другим моментам, которые действительно важны. Давайте я вам немножечко расскажу по поводу вот этой системы. Мы недавно запустили ролик, который назывался «Как работает Dock'n'Go System». И рассказал о том, что эта вот гадская ручка стоит 5000 долларов. И вы сказали, блин, да ее же там просто можно перекрасить, и если проблема только в этом. Друзья мои, проблема не в этом, проблема не в ручке, и проблема не в том, как она выглядит и что с ней происходит. Проблема в том, что сама система целиком не является полностью работоспособной и имеет какое-то количество глюков. И наша задача сделать так, чтобы этих глюков не было, чтобы не было отказов системы ручки. И, как вы понимаете, сама ручка здесь совершенно ни при чем. Если бы стоял вопрос купить ручку за 5000 и забыть об этом на какое-то неопределенное время, я бы это уже давным-давно так и сделал. Но проблема не в ручке, а проблема в том, что компания ZF не дает никакого мануала, никакой спецификации, нету никакого траблшутинга и нету понимания вообще, что же ломается. То есть, прежде чем заплатить любую сумму, там, 1000 долларов, 100 долларов, 10 тысяч долларов, нужно понимать, за что вы платите. А если стоит вопрос просто платить, менять и, может быть, оно сработает и, может быть, проблема уйдет, это не правильный подход, а в всяком случае это не мой подход и я так не делаю. Поэтому мы будем разбираться, мы будем делать траблшутинг, мы будем менять те элементы, которые могут теоретически вызвать отказы с системы. И у нас большой проект, которым мы будем с вами заниматься. Ну и, естественно, я ее перекрашу. И, кстати, касательно перекраски ручки, почему я этого не сделал до сих пор, ручка достаточно тяжело разбирается, в ней есть большое количество очень маленьких деталек. И просто так разбирать, чтобы ее покрасить, это не очень правильный подход, потому что если вы что-то сломаете, останетесь без ручки газа где-то посредине, in the middle of nowhere, то вы эту проблему не решите. Поэтому некрасивая ручка это полбеды, отсутствие управления это беда. Поэтому мы делаем оценку риска, в риск менеджмент. Мы начинаем проект. Ну что, теперь начинаем чистить ручку. Для этого нам всего лишь нужна болгарка. Дам вам небольшой лайфхак. В яхтинге очень часто вам нужно грунтовать алюминиевые изделия. Там, будь то ноги для радара, там что-то возле мачты. Так вот, есть отличный способ. Вы берете просто краску высокотемпературную для грилей. Вот так она выглядит. И просто спрейте несколько слоев, и у вас получается отличный грунт. А дальше можно просто красить любой другой краской, которую вы хотите. Но, к сожалению, покрасить у нас никаким цветом не получилось, потому что все баллончики с краской сдохли. Поэтому наш красивый грунт и будет наша краска. Такая у нас ручка красивая получилась. Похоже на черного цвета ламборгини с золотыми дисками. С этой стороны она у нас еще открыта, потому что мы будем заниматься тем, что будем чинить электрическую проводку. И в связи с этим мы ее не собирали, потому что шлейфы нужно полностью переделать. Так, вот это наш энкодер, который, собственно, и определяет угол положения ручки. Так, это female-разъем, который идет у нас на ручке. Но я вам хочу рассказать об одной небольшой истории. Когда я делал прошлую кругосветку в районе Фиджи, у меня ручка отказала полностью. И я, когда заходил в Донероу Марина, мне пришлось толкать лодку тузиком. И местный мастер, которому я хочу сказать спасибо, он единственный, который понял, в чем проблема. И увидел, что провода, некоторые провода, которые идут в шлейфе, который идет от платы к вот этому разъему, они переломаны и не пропускают сигнал. То есть он это сделал кусь-кусь. И впаял туда новые провода. И с этого момента ручка работала хорошо. Но сейчас я хочу сделать полностью ребилд-системы. Я сейчас буду покупать разъемы, которые вы видите. Спасибо Ростику, который мне помогает в этом вопросе, в ревайринге и полностью в ребилде-системы. Вот мы будем заказывать провода, будем заказывать все разъемы. Сейчас я занимаюсь полностью дефектовкой. И это все будет заменено. Еще из интересного, что я хотел заметить, смотрите. То есть вот эти все провода, я прозвонил, они, конечно же, являются нормальными. Но если где-то здесь есть какой-то перелом, то об этом будет узнать достаточно тяжело. Поэтому я считаю, что эти все шлейфы, вот этот и вот этот, нужно полностью перепаять, купить просто новые и сделать новый кабель. Для того, чтобы снять джойстик, нам нужно с него снять вот эту верхнюю крышку. И под ней будут 4 винта, которые мы выкрутим. Так вот, это сама ручка, серийные номера. Написано, что безопасная дистанция до компаса 30 сантиметров. Ну, я предлагаю ее начать разбирать. Еще из интересного, вот вы видите, вот эта штука у меня сейчас в руках, это терминатор, который закрывает всю сеть и говорит о том, что это устройство является финальным. С этим джойстиком есть один очень интересный момент. Вот эта часть, она является аналоговая, потому что, естественно, вот этих вот механизмов, которые наклоняются и дают какие-то сигналы цифровых, в принципе, не существует. Так вот, вот эту вот ручку сверху, ее можно купить за 100 долларов. Кстати, я думаю, если сам джойстик будет нормально работать, может быть, я просто заменю вот эту вот верхнюю саму систему. Но прикол в том, что этот джойстик был сделан для компании ZF в единственном экземпляре. То есть, отличается от обычного джойстика, вот вы видите сейчас на экране, он тем, что у него вот здесь вот внутри есть ограничитель. То есть, он не может, вот если он наклонен сюда, он уже в сторону наклониться не может. А если в сторону наклонен, то он уже никуда не может, он только может крутиться. Так вот, вот такого джойстика, который имеет ограничение крестообразное на движение, нету в природе. Это только единственная система, которая была сделана для компании ZF. Но мы ее можем заменить на такой же аналог, у которого нету вот этой вот крестовины. Я думаю, будет работать. У нас проблема в том, что вот вы видите, вот здесь вот есть дырка, через которую протекает вода. И я хочу заменить вот этот вот джойстик. Но посмотрим, если вся система будет работать нормально. Я поменяю только верх. Если нет, значит, придется поменять его весь. Ну да, не очень много. А вот, кстати, сам вот этот вот джойстик дальше. Вот вы видите, пластинка такая металлическая. Вот ее если открутить, то выпадет весь этот джойстик. И вот его за 100 долларов можно заменить. Что я открутил эти две гайки. А теперь мы берем и вынимаем саму плату. Вот она у нас получается с двух сторон. На нее можно посмотреть, что здесь такое. Так, насколько я понял, вот это наша ручка. Надо последить, куда вот сюда он заходит, а дальше куда он выходит. Так, это актуатор. Вот эта часть идет, она приходит на актуатор. Итак, начинаем отключать все разъемы. Чтобы ничего не перепутать, вот у нас есть листочек, на котором есть все спецификации, какой разъем, откуда. Вот, можно посмотреть. Вот эти разъемы видите, в каком состоянии. Это я уже их перематывал изолентой, потому что они все поразваливались. Естественно. И вот эти, это все нужно будет позаменять. Так, вот актуатор у нас. Надо будет его, кстати, разобрать. Сейчас посмотреть, чтобы в него не текло ничего с теплообменником. Это сейчас я сделаю. Так, ну, так, это у нас двигатель. Сейчас проверим разъемы движка, но это не важно. Так, а вот эти, это бас-шина, Энмеевские разъемы. Ну, все понятно. То есть, главное сделать спецификацию, ничего не перепутать. Я взял изоленту, взял перманентный маркер. Сейчас я сделаю свои маркировки, чтобы в будущем у нас не было проблем. Трансмиссион контрол юнит сокет. Их два. И вот. Вон они, оба. Разъемы ТСУ. А сейчас мы выкрутим с селл-драйва терминатор. Главное, его не пролюбить. И снимем управляющий кабель Энмея. Ну, он якобы Энмея. Но на самом деле не Энмея. Видите, из него он там все сыпется. Ну, как вы понимаете, ему ему не лучше всех. То есть, они все такие. То есть, почему они сделаны из такого материала, который разваливается, вообще полная загадка. А вот эти все наши провода. И вот они идут в ЭМУ. Итак, у нас вот есть провода от ТСУ. А вот провода от ВМУ. Нам нужно теперь либо сделать перепайку, но лучше купить такие просто полностью готовые. Ну что, актуатор, пришло твое время. Как работает эта штука? Вот есть дата-кабель, по которому идет сигнал. И здесь стоит моторчик, который просто крутится. И вот увидите вот этот тросик. Он его просто толкает и либо добавляет, либо убирает газа с двигателя. Он с другой стороны подходит в мотор. Ну и вот, собственно, так это работает. Ну что ж, вот эти вот все провода у нас сейчас едут к Ростиславу в Германию на ревизию. И туда же поедет джойстик. Сейчас мы его запакуем в пакетик. Но, кстати, попросили меня люди, которые будут это отправлять, не запаковывать это правильно в коробку, потому что на таможне будут проверять и смотреть. В общем, вот это вот все. Сейчас у нас едет в Германию. 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 Продолжение следует... 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 вот эту штуку я надел видите она здесь разрезано нам нужно сделать так чтобы она накрутилась она накрутиться чтобы она не расходилась мы ее стянем хомутами на самом деле это такое не очень решение но там сухо внутри и туда ничего в любом случае попадать не будет поэтому мне кажется это нормально между прочим вот теперь вот это я стянул первым хомутом сейчас вот этот я хому чуть-чуть дотяну и вот сидит настолько мертво вот этот час я только поменяю и все отлично вот это получилось вот такая штука она отсюда никуда уже не денется внутри я сейчас здесь все красивенько проложу и будет шикарно это у нас идет zf энкодер та часть которая вот здесь вот преобразует сигнал ручка крутится сигнал мутится это у нас вниз значит эта штука идет вот так у нас здесь сбоку у лодки что-то человек поэтому не паруса поднимают короче вот так вот эта штука сюда вставляется все ну что ж собираем теперь эту ручку вот так разъем я залил liquid electric tape чтобы было ну вот просто наверняка а сейчас я сделаю то же самое с вот этим электрическим разъемом поля что будем сейчас смотреть в каком состоянии у нас стартовые батареи напоминаю что стартовая батарея у нас стоит вот здесь вот это она стоит она у нас отдельно это просто запасная которую мы сейчас кстати тоже проверим у меня есть устройство для проверки таких вот батарей так вот эту проверяем первую она у нас стояла где-то полгода наверное без заряда так раз 1 пошел второй пошел смотрим батарейка по сети так что это у нас за батарея си 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 373 22 процента suggest replace но она просто разряжена но хотя и уже конечно время вот пишет батарея живая на сто процентов в итоге вот эта батарея которая у нас основная стартовая она сто процентов health а у этой 67 процентов health то есть как для запасной стартовой батареи 60 процентов 67 процентов of health меня вполне устраивает так ладно все начинаем подключение всех наших систем дисси у в му а сейчас интересно насколько вот то что сейчас собирается вообще получится запустить первого раза не будет ли никаких ошибок проблем как искать если не дай бог что-то пойдет не так но я надеюсь что если все собрать правильно все запустится вот это тех гель его много не нужно просто чтобы контакты защитить если будет влага я временно проложил все провода вот сейчас подключил джойт и сейчас осталось подключить тисю и в мою питание нет ну во всяком случае мотор работает чем немножко непонятно что происходит во всяком случае вперед передача включается такое впечатление как будто нету не вращается сел драйв а ну назад нету проверяем еще раз короче не знаю я что делать с этим всем электроника которая управление она конечно меня из себя немножечко выбила из колье меня выбило потому что есть системы которые действительно легко чинятся то есть там где это просто электрические контакты это одно когда это касается каких-то там пакетов данных чуть-чуть другое и конечно оно немного непросто чтобы понять в чем проблема короче я решил сделать так я просто разобрал всю систему еще раз проспрею ее контакт клинером может просто нет где-то контакта соберу еще раз и потом уже буду переходить трабл шутингу то есть уже к тому моменту который ну собственно мерить напряжение там подачи питания и разбираться в том что работают а что собственно не работают прошло еще немного времени я провел достаточно большой объем работы по базовому трабл шутингу я скачал с интернета трабл шутинг мануал то есть инструкцию в которой буквально 10 позиций в которых написано там замертие сопротивления между двумя пинами ну такой базовый трабл шутинг который есть по этой электронной системе система к сожалению не запустилась и я решил связаться с местным янмаром который является также zf потому что напоминаю что компания zf совершенно не имеет никакого клиент саппорта и они отправляют в янмар компания янмар и у компании zf есть сервис везде вокруг земного шара плюньте ему в лицо потому что по-другому вам просто врут то есть компания янмар и компания zf не могут обеспечить никакого сервиса round the world исключением являются какие-то очаги воспаления цивилизации такие как мне сделали хороший сервис на фиджи все остальное к сожалению полный отстой и вы должны знать что если у вас будет ваша лодка с двигателем янмар и не дай бог у вас будет там установлен zf вы не получите никакого нормального сервиса и делайте выводы исходя из моего опыта то что касается меня я сейчас попытаюсь более детально разобраться как работает система то что я понял это то что у меня не включается клатч актуатор то есть не включается сцепление двигатель работает ручка управляет но нету сигнала который включает клатч может быть это связано с тем что ручка неправильно преобразовывает какие-то сигналы потому что я все равно хотел ручку поменять я нашел другую ручку мне сказали что можно использовать другую ручку которая подойдет сюда которые используются в более новых лодках слава богу ручка стоп-маунтом это достаточно уже стандартное оборудование стоит порядка 400 с копейками евро я думаю что ручку я все равно куплю новую чтобы исключить ее из цепочки и вот так вот шаг за шагом я буду пытаться найти проблему потому что у меня есть подозрение что сама ручка работает некорректно но это невозможно никаким образом проверить потому что та же компания zf которая могла бы приехать там или янмар с компьютером открыть и посмотреть ошибки я не могу к сожалению с панамским связаться я даже написал в сша во флориду янмару но они вообще не ответили то есть как вы видите данный сервис не работает от слова совсем то как мы будем справляться с этой ситуацией я сделаю еще дополнительную серию но пока к сожалению вот такая вот история друзья не забывайте подписываться на канал ставить лайки а мы прощаемся с вами на такой минорной ноте и я немножечко этим всем расстроен но ничего я уверен что у меня моих знаний навыков хватит для того чтобы эту проблему решить до встречи уже в следующем выпуске пока